Сегодня начал работу Международный фестиваль современной музыки «Московский форум». Он возник в 90-х, когда страну покинули многие выдающиеся композиторы. Пришлось заново наполнять обедневшее звуковое пространство, как выразились организаторы Московского форума. Появился фестиваль, который противостоит и массовой культуре, и академизму. Все его мероприятия выстраиваются вокруг нестандартной темы. Нынешнее звучит так – «Искусство перспективы». Остальное узнаем у гостя нашей студии. Это рубрика «Худсовет» и я, Ксения Егорова. У нас в гостях художественный руководитель музыкального фестиваля «Московский форум» Владимир Тарнопольский. Главный акцент Московского форума этого года – итальянский. В течение семи дней молодые композиторы и исполнители из России и Италии продемонстрируют не только новые современные опусы – это 11 мировых и 17 российских премьер, но и будут устраивать мастер-классы и открытые лекции для всех желающих понять, что же такое современная музыка, как она создается и почему к этим необычным звукам еще нужно иногда добавлять картинки. Владимир, главные гости этого фестиваля – итальянцы. Чем они могут похвастать и что они привезли на этот музыкальный фестиваль? Ну, вы знаете, я так скажу. Вот если вы приезжаете в Италию или приходите на выставку дизайна в любой стране мира, вы сразу обращаете внимание – это итальянский дизайн. Будь то дамская сумочка или новейший автомобиль. Вот этот замечательный дизайн, который мы видим в промышленности, он еще в большей степени, может быть, присутствует в итальянском искусстве, и в частности в музыке. И для меня это всегда какой-то такой потрясающий образец. Кроме, собственно, музыкальных экспериментов, будут еще аудиовизуальные. Вот что это за направление и что в итоге мы услышим и увидим? Это одно из сравнительно, так сказать, новых, но уже утвердившихся направлений, и, я бы сказал, даже очень модных, соединения музыки и изображения, но не изображения достаточно абстрактного, это не музыка к фильму. Это два абстрактных самостоятельной единицы в новом качестве. Абстрактная музыка, абстрактное видео. Это довольно трудно передать словами, но это некий такой новый жанр, и между вот этими двумя искусствами возникает новый какой-то диалог, причем это не всегда диалог согласия. И, на мой взгляд, даже это наиболее интересно тогда, когда это и диалог несогласия. Этот концерт проведет замечательный ансамбль «Альтер-эго», римский ансамбль, который, не знаю, представит совершенно феноменальный какой-то диапазон вообще стилистических возможностей. От тишайшей музыки, да, едва слышной, где нужно будет просто прислушиваться вот так, до музыки, ну, чуть ли не связанной с какими-то рок-идеями. — Владимир, самые яркие фигуры фестиваля с нашей стороны и с итальянской стороны? — У нас несколько акцентов на фестивале, и представлено очень много молодых композиторов. В Италии мы даже объявили конкурс, так же, как и в России, на написание лучшего сочинения для нашего ансамбля. И вот в сегодняшнем концерте были представлены такие сочинения, да, это сочинение молодого итальянского композитора Гримманди, и сочинение двух молодых русских композиторов, это Олега Пайбердина и Александра Хубеева. И нужно сказать, что даже не только относительно этих сочинений, но и вообще относительно всей программы мы наблюдаем какой-то очень яркий контраст между тем, что делают в России, как сочиняют музыку в России и в Италии. В Италии, я сказал бы, и я этим просто восхищаюсь, это невероятно тонкое отделывание ткани, исключительно тонкое отношение к звуку, к фактуре, открытие каких-то новых возможностей инструмента, которые находятся в природе этого инструмента. В общем, вот этот самый итальянский дизайн. В русской музыке последних, ну, по крайней мере, там, не знаю, 7 лет господствует совсем другое, ну, может быть, какое-то направление. Очень часто наши молодые композиторы обращаются к музыке шумов, так сказать, distortion music, где инструменты играют часто, а может быть, даже в основном, за пределами своих таких классических возможностей. То есть это струкция такая идет? Да, да, да. Кстати, эта традиция была тоже и в Италии, я имею в виду итальянских футуристов. Ну, а если сравнивать условия существования современной музыки здесь, в России, в Италии, то кто здесь, в России, кроме вас, поддерживает современную музыку, и как дела обстоят в Италии? Я должен сказать, что, на мой взгляд, вот в России и в Италии современная музыка поддерживается одинаково мало, одинаково мало. При этом, на мой вкус, самые лучшие композиторы, мои самые любимые, это итальянцы. Вы пытаетесь сделать современную музыку доступной, такая вот самая основная цель фестиваля, и действительно, и вход на площадку свободный, и мастер-классы, и открытые лекции. Вот как за это время все-таки современная музыка стала доступнее, или до сих пор это такая хорошая игра для интеллектуалов? Нет, вы знаете, она стала не просто доступной. У нас на предыдущих фестивалях были концерты, когда люди сидели на полу, на подоконниках. Более того, у нас было несколько концертов на разных фестивалях, когда мы вынуждены были закрыть дверь не просто в концертный зал, но вообще вход в консерваторию. То есть у нас как раз с публикой проблем никогда нет. Особенно, когда речь идет об итальянской музыке. Итальянская музыка необыкновенно любима здесь. Очень актуальный у вас фестиваль. Спасибо. Мы вас поздравляем с его началом. Спасибо. Спасибо вам. У нас в гостях был художественный руководитель музыкального фестиваля Московский форум Владимир Тарнопольский.